ребятушки всем привет рад видеть вас на нашем канале кто подписался кто подписан кто смотрит наблюдает хочу поделиться радостью то есть наш день начался с дороги к долгожданному отдыху вот выдвинулись из дома доехали до вокзала на такси 250 рублей вот сейчас взяли перед на электричку то симферополя то есть 156 рублей на человека вот и продолжаем свой маршрут сторону симферополя как бы будем показывать рассказывать подбивать примерно затраченные денежки какие-то вот ну и будем добираться до нашей конечной цели погнали так короче загрузили совсем своими пожитками дизель электровоз хотя нет это называется просто фильтричка то есть бывшая какая-нибудь ласточка где-нибудь на материке изрядно помотавшись писали прислали ее нам барского плеча инновационный супер мега поезд ну короче не суть значит погода у нас сегодня криновенькая вот с утра лил дождь погода детальтировочно градусов сколько 12 градусов 12-13 то есть холодрыга такая собачья симферополя сейчас наверно будет еще поинтересней вот но все покажем все расскажем то есть ой на пути к нашему отдыху были нас нелегкие преграды то есть мы выхватили уже осенний переходный вирусничок поставили его благополучно линия такие как бы товарищи положительные молодцами сдрыснули отмокать и отогреваться ну как-то так все гул симферополь любое большое путешествие начинается с первого маленького шага вот мы свой первый маленький шаг уже сделали все мы прям едем едем по севастополю но вот хочу сказать что вот севастополя до симферополя очень интересная стенд так без дорожное общение то есть на выезде из города нас ожидает сколько не помню 4 или 4 по-моему или 6 тоннели 666 6 6 6 тоннелей пробитых грубо говоря не слишком широко то есть практически грубо говоря одностороннее движение правильно и помню вот то есть не сильно широко поэтому сейчас начнутся затухание темнота и выезд то есть из из территории грубо говоря города так что едем короче доехали мы до симферополя и начали блудить в поисках еды значит забрели привокзальную столовую ну вот взяли вот такой вот наборчик заплатили 900 рубасиков ну что скажу привокзали есть привокзали вот и еще некоторые вещи улыбают чуть-чуть расскажу попозже выйду сейчас через пару минут на связь расскажу о нюансах так вот что немножко улыбнула то есть перед посадкой на пригородный поезд вот мы в зону посадки проходим определенный досмотр тем бы ну все об этом знают как бы никого не новость вот едем по закрытой территории приезжаем на закрытую территорию выходим и что вы себе думаете то есть мы обязаны выйти полностью за пределы то есть имеем грубо говоря возможность пройтись по привокзальной площади нас не пускают на привокзальную площадь заставляет полностью выйти за территорию вокзала и заново зайти заново пройти досмотр ну как бы я конечно все понимаю то есть да там безопасность там до сюда ну блин найти это уже немножко ограничит с маразмом то есть люди которые ехали не выходя из поезда все входы в по дороге было три остановки все эти три остановки точно также были пройдены через досмотр но когда мы приезжаем мы должны блин еще раз выйти на хрен за территорию вокзала и заново пройти полностью свою историю наверное да ладно ждем наш поезд до погодка выдалась не очень летная конечно идет дождь но говорят что дождь это к добру дорогу поэтому мы не расстраиваемся а настраиваемся на позитив едем ребятки дальше погода в крыму нас балует градусов 9 наверное прохладненько нос покраснел очень дождались поезда садимся у нас верхняя места если решили вспомнить молодость поедем все посткарте как бы вот суммарно получается по моему 3 чем-то рубля на человека стоит берет поэтому плюсуем и будем обживаться поезда и и и и Это не второе нашего путешествия, мы почти доехали уже до конечной тачки. Ну вот, короче, здравствуйте. День 2, Хадлер, у меня работает подъемничек, народ спокойненько с утра зарядкой занялся. Чемоданчики поднял по ступенькам, уперлись в зону досмотра, очередная зона досмотра, четвертая, какая там по счету уже у нас за сегодняшний день, ой, за... Не четвертая, за последний день, а третья за последние сутки, не выходя с вокзала, то есть, грубо говоря, за территорию вокзала мы не ногой, а третий раз у нас уже просто шмонают наши вещи, то есть, ну, парализуя, грубо говоря, вообще весь вход, выход и все остальное. Ну, нормально, ничего не привычного, все нормально, все как положено. Это же наш. День 2 нашего путешествия. Значит, приехали мы в Адлер. Вот, дождь, туча зацепилась у нас за вагон, притабанили с собой. Вот, значит, погода шепчет, налей и выпить. Вот, сейчас заберем куда-нибудь и будем наливать и выпивать. Моречко спокойное, моречко хорошее. Вокзальчик нас проводил, наконец-то, со своими досмотрами, пересмотрами и всеми неработающими эскалаторами. Респект и уважуха, конечно. Внешне пионерка, а внутри как пенсионерка уже этот вокзал, как бы, ну, ничего, ничего. Так, значит, что я, подобьем бабки. Значит, поезд нам стоил, я уже озвучивал, купешка стоила 3 тысячи с копейками, да, по-моему, рублей на человека. Правильно? Не помню. Вот. Дальше мы сейчас будем смотреть, значит, отель для того, чтобы перекантоваться. Вот, потому что у нас вылет ранний, завтра, в 5 утра. Вот. Еще есть время, сейчас планируем, что будем делать, мокнуть, не мокнуть, вот, что будем смотреть, пересматривать, как бы, ну, номер или валяться не будем точно. Погнали. Какой-то дядя Морж. С заплывами в дождливом Адлере. А там дальше идет снежок, ой, снежок, что я несу, блин, господи. Солнышко и дождик просто, бека без снега, а то как по Фрейду, блин, сейчас начнется. Вот такое вот явление под названием «Сочинский смерч». Наблюдаем воронку. Американский торнадо дошел в Сочи. Ребята, что мы видим? Мы являемся очевидцами сумасшедшего явления под названием «Выпей всю воду из Черного моря». А теперь два смерча соединились в один. И сейчас, возможно, придет еще и к нам вся эта история. Круто. Смотрите, какая труба организовывается. Ниже, ниже, ниже опускается. Клаза. Воронка все ниже, ниже опускается. Сейчас напьется, блин, морской воды и выльет на головы. Где-то в районе, блин, красные поляны или где-нибудь еще. Круто на самом деле. Явление интересное. Созерцаем это все воочию. Симпатичненько. Так, вот такой вот номер. Значит, при входе имеем место для багажа. Вешалочка, шкаф. Санузел яркий. Все есть. Фенчик есть, мыльца есть, полотенчики есть. Все класс. Бумага. То есть, что нужно для сутки, на сутки с китайцем. Так, кроватки раздельные. Телевизор имеется, приставочка есть. Вид. Ну, первый этаж. Вид на горы. Косогоры. На мопеды, перемопеды. Да пофигу, короче. Вот, вот такое вот жилище стоит это все. Пальцы убираем. Молодец. Стоит это все 3 300. Конец сезона, скажем так, аппетиты у них были хорошие. Вот, вот такой отельчик. Продолжение следует. Добрались мы, короче, до Олимпик парка. Вот, площадь, на которой мы бывали уже неоднократно. Катались на разных приспособах и так далее. То есть, вокруг аллея с флагами всех, наверное, российских регионов. Вот, знаковое место и знаковое, узнаваемое многими за моей спиной. Это лебедь и он же стадион Фишт, я так понимаю. Вот, а мы попробуем с вами промчаться сейчас. Блин, ветер, наверное, забивает жестко. А мы, наверное, попробуем промчаться сейчас до колеса обозрения. Вот, оно по высоте, там, буквально, я так думаю, что, наверное, метров 30. Вот, и попробуем прокатиться, посмотреть, что да как вокруг. Дошли мы до эвкалиптовой рощи, которая была высажена вот перед самими Олимпийскими играми. То для того, чтобы убрать, да, обезвоживание, ну как, здесь была заболоченная местность. Вот, а все знают, что эвкалиптовое дерево выпивает там в сутки, там, больше 40, по-моему, литров воды или что-то такое вот. То есть, для того, чтобы осушить, скажем так, территорию, была высажена эвкалиптовая деревня. И когда мы были, они были совсем такими еще юными, тонкими деревцами. Вот, а теперь это превратило все в настоящие мощные стволы, такая роща, роща уж прям. Вот, ребят, здесь сзади была трасса Формулы-1, но, я так понимаю, Формулу убрали. Вот, заборы, все ограждения все поснимали, то есть, трасса в доступе. По ней теперь можно гонять на великах, на чем угодно. То есть, здесь, в принципе, сейчас никаких преград, то есть, доступ общий есть везде. Зашли, короче, нашли столовую на самой набережной. Не лучшее место для бюджетного поедалова, но суть в чем. Значит, супчик, лапша, свекла с орехами, перемешки. У Андрея картошечка по-домашнему с котлеткой, салатики, компотики. Тысяча тридцать пять рублей. То есть, такой вот чек у нас получился. Ну, как бы, в Севастополе едали подешевле, в Ялке едали подешевле. Вот, то есть, ну, что мы хотим. Мы находимся сейчас на самой набережной. То есть, одно из таких вот центральных мест, где, в принципе, наверное, позволяет. Или же просто еще не переключились с сезона. Ящики вместо люстр оригинально. Симподно. Ну, вот так. А как же вам мне показать сочинское моречко? Моречко, которое не совсем спокойно. Такие бунгало, плоды гвадочков, зашториваются. Ну, херня, что голову напекает. А то никто не видит, да, как бы. Ну, вот такое. Ну, короче, ладно. Наслаждаемся, ребяточки, моречком, шумящим, бушующим. Спасатель ходит с рупором, матюгальником, который создает звук сирены. Для того, чтобы люди слишком близко не подходили к воде. Потому что накроет вода. Продолжение следует... Ну, так цивильненько оформлены пляжики. Они еще даже, в принципе, не собраны. Значит, непогода застала в раз, плохо. Люди еще сто процентов немножко отдыхали. Немножко загорали. И резко пришел холодок. Наделись плащики. Круто. Сейчас классные, красные. Тут погода, видите, как меняется. Я и море. Вот такие данные на сегодняшний вечер. Вода 22 градуса, воздух 17. Купаться запрещено. А очень хотелось. Странненько, да? Пока. 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 Ленчик, я нашел тебе твой ресторан Обязательно сюда пойдем Ресторан Новикова называется Моя звезда Ты моя звезда Да, Сережа, спасибо тебе большое Что ты нашел этот ресторан В следующий раз мы обязательно посидим в моей звезде Я тебе это обещаю И всем нашим зрителям тоже Вот такой вот сочинский вечер Породает нас Горячим горизонтом Побода, конечно, просто Идем так за мной Здесь все надеюсь, что-то пихающе Вот такие контрасты, ребята Вот такие контрасты Доброе утро, дорогие наши зрители, друзья Товарищи, братья, сограждане Значит, утро Часа три, сейчас, наверное, уже где-то три Начало четвертого Значит, мы в аэропорту Сочи Прошли все досмотры Все нормально И двигаемся в сторону вылета То есть, у нас гейт уже известен То есть, мы потихонечку перемещаемся Вот Сейчас пойдем в зону дутика Побродим по алтарке Пооблизываемся Вот Ну и, как бы, будем готовиться к вылету Вот Вышли мы ночью, была гроза То есть, гром Молния Все как положено Дождь на дорогу Значит, все будет хорошо Погнали Маленькие самолетки Нет Посадку объявили И ну, за тридцать Быстренько забежали, как маршрутку И, как бы, огонь Ну, что До встречи на турецкой земле Непонятно, кто там кричит Что в Турции очень жарко Но, ребята Я, что-то, к такому Не был готов Мы уже, думаю, там Тапочки в самолете одевать Шорты, блин А здесь надо, как бы, валенки, блин И тулупчик одевать Прикиньте, вообще Вот это номер, вообще Ну, ничего Ладно Мы на месте Мы приземлились на Анталийское побережье И сейчас выдвигаемся В сторону дома Всем привет Еще раз Мы добрались до конечной точки Нашей дислокации Обзор апартаментов делать не буду Они вам знакомы Вот Аланя нас встретила сегодня Отличной погодой Тепло Безветренно Безоблачно В отличие от Анталии Так вообще Просто подарок Все Сейчас обживаемся Немножко отдыхаем И начинаем Наш Троевовый путь Вперед Безоблачно Безоблачно